Не хочу, чтобы вы слишком долго засиживались, поэтому я сейчас вторую часть расскажу довольно быстро. Ее основная задача — дать вам некий обзор того, что вообще есть. К тому же я знаю, что завтра Андрей Афанасьев будет рассказывать побольше про биоинформатические компании, которые сейчас на мировом рынке важны и какие есть в России. Поэтому про это я тоже не буду глубоко, сильно углубляться, а дам вам некое общее представление. Эту картинку мы уже видели, да, и мы видели, что довольно много людей рано или поздно из академии уходят и занимаются чем-то другим, из академических исследований. И есть много разных областей, где люди могут работать с научным образованием, где это научное образование будет цениться и где, соответственно, можно использовать те навыки, которые вы наработали. Сейчас мы по разным этим моментам пройдемся. Во-первых, есть некие неисследовательские позиции в академии. Например, то, что делаю сейчас я, да, это работа в администрации либо университета, либо какой-то исследовательской программы, да, или аспирантской программы, учебной программы. Кроме того, это core facility, то есть такие места, где есть некое оборудование, с которым, соответственно, которым могут пользоваться все люди из университета или из института, и есть люди, которые это оборудование обслуживают. В том числе в таких местах часто нужны биоинформатики, потому что обычно такое сложное оборудование, которое выдает какие-то сложные данные, которые нужно потом уметь анализировать. В том числе нужно уметь правильно подготовить образцы для того, чтобы потом вышли те данные, которые можно использовать. В некоторых странах сейчас появляются позиции лаб-менеджера, когда вы работаете в лаборатории, но вы не являетесь исследователем, больше занимаетесь бюрократическими вещами, связанными с финансированием, с предиспределением ресурсов, планированием каких-то вещей, помогаете подавать заявки на гранты, вот этим всем занимаетесь. В грантовых агентствах можно работать и заниматься, опять-таки, вопросом распределения денег. И в институтах академических есть отделы, которые занимаются пиаром, взаимодействием с… мне кажется, звук пропал или нет? Нет? Пиаром, и плюс есть HR, то есть Human Resources, люди, которые нанимают других людей, да, и для них тоже зачастую важно, чтобы у этих людей был опыт исследовательский, потому что они понимают, кого стоит нанимать, а кого не стоит, и как это все работает. Для биоинформатики я тут написала два столбика, потому что в одном столбике это типы компаний, где можно работать, да, их довольно много разных, есть фарма, биотех, медицинские компании, есть агротехнические компании, связанные с сельским хозяйством. Компании эти все делятся на стартаперские и какие-то крупные компании. Можно работать в области образования, можно, опять же, работать в core facilities, про что я уже сказала, и можно уходить вообще в data science в широком смысле, потому что биоинформатика зачастую это, собственно, некий data mining, когда вы ищете в больших массивах данных какие-то определенные паттерны или что-то там пытаетесь как-то проанализировать, как эти данные друг с другом согласуются. И эти задачи также есть в других областях человеческой деятельности, которые не связаны напрямую с исследованием. Например, маркетинги сейчас тоже важная область, data science, потому что пытаются понять, как предсказать лучшее поведение покупателей, как больше продавать, меньше тратить. И я знаю людей, которые из биоинформатики, например, ушли в data science. А во втором столбике это разные занятия, которыми вы можете заниматься, занимаясь биоинформатикой. Анализ генетических тестов, клинических исследований, данных клинических исследований, то есть с одной стороны планирования клинических исследований и расчетки их статистических данных. Кроме того, клинические исследования могут выдавать много разных больших дата-сетов, где нужно тоже какие-то вещи, какой-то data mining делать. Это drug design в широком смысле, где заниматься нужным моделированием химических молекул и их взаимодействием друг с другом. Анализ омиксных данных, которых сейчас полно всяких, да, и протеомика, и метаболомика, и еще какие-нибудь разные омики. Это association studies, когда вы ищете связь генетических каких-то последовательностей с определенными признаками или определенными заболеваниями, еще какими-то вещами. Анализ биомаркеров. И биомаркеры тут нужно понимать тоже в очень широком смысле. С одной стороны, это какие-то вещи, которые мы получаем из человеческого организма, типа определенные параметры крови, мочи, не знаю, ликвора и чего-то еще. С другой стороны, многие компании сейчас также фармацевтически интересуются, например, данными моторной активности человека, либо то, как человек много двигается, либо, например, у Роша есть приложение, которое они сейчас разрабатывают, где они просят человека делать определенные действия с телефоном. Людей, которые болеют болезнью Паркинсон, они пытаются собирать с них информацию о том, как они себя чувствуют с помощью приложения на телефоне, потому что человек должен держать там в разных позициях этот телефон, и телефон записывает, соответственно, изменение положения в пространстве, и потом им нужно эти данные анализировать, опять же, пытаясь понять какие-то паттерны и понять, как это коррелирует с тем, что человек там получает какое-то определенное лекарство, в какое-то время суток оно получает и так далее. То есть биомаркеры – это очень тоже много, большое разнообразие внутри биомаркеров есть. Это актуарные расчеты, которые могут быть как связаны с биомедицинскими вещами напрямую, так и нет. Актуарные расчеты – кто-нибудь знает, что это такое? Нет. Это то, что делают страховые компании для того, чтобы понять, какова вероятность наступления страхового случая. Они анализируют большие, опять же, датасеты, пытаются понять, какова вероятность, что там человек, который живет определенным, имеет определенный образ жизни, попадет в какую-то определенную ситуацию и придется ему плачивать деньги. И они пытаются с помощью этого рассчитать, соответственно, сколько им нужно брать с человека денег, чтобы потом они оказались все-таки в выигрыше, а не в проигрыше. И сейчас эти актуарные расчеты также начинают использоваться фармкомпаниями, потому что они пытаются понять, как, например, некие лекарства могут иметь дополнительные свойства, не те, с целью которых человек принимал это лекарство, а какие-то дополнительные вещи. Например, аспирин разжижает кровь и снижает вероятность тромботов. И вообще поиск любых паттернов big data – это, собственно, то, что можно делать с неким биоинформатическим бэкграундом. Кроме того, вы можете заниматься созданием сервисов, интерфейсов, сайтов, программ для людей, которые работают с биоинформатическими задачами. С одной стороны, может быть, для биоинформатиков других, с другой стороны, может быть, для людей, которые работают в wet lab и особо не разбираются, как биоинформатика работает, но им нужно какие-то анализы, какое-то делать, соответственно, хорошо бы для них разработать интерфейс, который будет для них легкий и понятный. Эта слайд я утащила у Юры Пековой из Бластимы, и у них на сайте есть хорошая ссылка, где можно почитать, какие есть компании в России, в которых можно работать биоинформатиком. И это часть из логотипов этих компаний. Но так как про это будет завтра Андрей Фанасьев рассказывать, то, в общем, я не буду далеко углубляться. Давайте посмотрим, какие еще есть позиции, чем еще можно заниматься, если у вас, естественно, научное образование, и вы, может быть, биоинформатик. Можно работать в фарматистических и биотехнологических компаниях, и тут позиций очень много, и тоже, мне кажется, важно это помнить. На всех этих позициях важно, что вы были ученым до этого, исследователем, и что вы понимаете, как это все работает. С одной стороны, это R&D, которое наиболее близко к исследовательской работе, research and development, вы занимаетесь разработкой каких-то новых продуктов этих компаний. Кроме того, это продажи, маркетинг и пиар, где вы должны продвигать все продукты на рынок, придумывать, как их продать покупателям, как найти покупателей. Product manager – это типа человека, который менеджерит проект, который отслеживает создание продукта на разных этапах. Администрация и работа с людьми. Опять же, чтобы работать успешно с людьми, которые, например, занимаются R&D, хорошо бы, чтобы вы понимали, чем эти люди занимаются. Есть этапы производства, где нужно тоже отслеживать, чтобы оно работало правильно и правильно его планировать, где нужно, опять же, знать, иметь, естественно, научный бэкграунд. Project management бывает в разных варианциях. Может быть, вы менеджерите, например, клинические испытания для ваших препаратов. Regulatory affairs – это про то, как правильно оформлять документы для того, чтобы продукция могла выйти на рынок. Например, в США вам нужно взаимодействовать с FDA для того, чтобы ваши продукты были одобрены для продаж. И этим всем занимаются люди, работающие в regulatory affairs. То есть они должны понимать, опять же, научную составляющую продукции. Business development – это то, как развиваться будет в компании, какие сейчас актуальные проблемы, которые нужно решать, где нужно продукты создавать новые, и какие есть исследования новые, собственно, которые можно использовать для того, чтобы создавать новые продукты. Ну и рекрутинг, и HR тоже требуют, естественно, научного бэкграунда. Для того, чтобы нанять хороших людей в R&D, вам нужно понимать, как вообще понять, что человек хорошо с этим справится. Кроме того, имейте в виду, что можно делать магистрские проекты, PhD-проекты и постдоки во многих фармацевтических компаниях, биотехнологических компаниях. Поэтому, если вы, например, не уверены, что вам хорошо будет заходить работа в индустрии или в академии, можно попробовать такой вот середину-наполовину вариант, где вы делаете все-таки работу по своему характеру академическую, но при этом работаете внутри фармацевтической компании, поэтому узнаете больше про нее. И в России заружом есть какое-то количество компаний, в которых можно работать, и они производят разные вещи, лекарства, косметику, вакцины, биотехнологическую продукцию, генномодифицированные организмы, особенно растения в акротехе, химическую промышленность и в том числе энергетикой тоже занимаются люди, биотехнологии занимаются энергетикой, производством зеленого топлива и вот такими вещами. Есть медицинские организации, где тоже можно работать с естественно-научным бэкграундом, заниматься различными биохимическими и генетическими анализами, экстракорпоральное благотворение, но это то, где нужен опыт, конечно, работы в wet lab. В частных клиниках могут быть, опять же, какие-то генетические анализы, например, и клинические исследования в большая область, где есть разные задачи, которыми должны заниматься ученые. С одной стороны, планирование клинических исследований, вот эта вот научная часть, с другой стороны, менеджмент, взаимодействие с докторами и отслеживание того, что клинические исследования идут так, как нужно. И во всех этих компаниях, которые занимаются этими вещами, есть разные позиции, как на предыдущем слайде. И менеджеры, и рекручеры зачастую должны иметь естественно-научное образование, чтобы помогать организации работать эффективно. Если вам хочется заниматься предпринимательскими стартапами, опять же, есть много возможностей создания своих компаний в области биотеха или фармакологии. И часто такие идеи появляются, как спин-оффы, какие-то исследования. То есть вы что-то обнаружили в лаборатории интересное, в своем каком-то проекте что-то интересное обнаружили, и вы потом создаете на основе этого стартап. Или это могут быть студенческие идеи. И в некоторых университетах сейчас есть акселератор, где вы можете прийти со своей идеей на конкурсы. Если комиссия оценит, что ваша идея достойна того, чтобы ее реализовать, вам найдут некий стартовый капитал, начнете ее попытаться реализовать, разрабатывать дальше. Кроме того, востребованы специалисты с естественно-научным бэкграундом в консалтинге и местах, где нужно аналитическую какую-то аналитику делать. С одной стороны, эти люди нужны внутри фарма и биотеха, а с другой стороны, есть венчурные фонды или медицинские организации, которые также занимаются консалтингом. То есть есть, например, компании, которые занимаются консалтингом для медицинских организаций. Консалтинг означает, что вы помогаете компании реализовывать какие-то ее задачи, например, больше зарабатывать, экономить, выводить на рынок новый продукт. И хотя люди, которые занимаются консалтингом, не создают ничего сами, они, собственно, анализируют рынок, анализируют какие-то показатели и пытаются дать хорошие советы. В случае венчурного капитала это означает, что вы консультируете по поводу того, кому давать нужно деньги на развитие проекта, кому не нужно, какие компании молодые стоят вкладываться, какие нет. Менеджмент консалтинг – это еще более широкая область, где консультируют любые компании, неважно, такого они направления. Но, как ни странно, в менеджмент консалтинге тоже очень любят принимать людей с естественным научным образованием, потому что у них хорошее аналитическое мышление, они умеют работать, опять же, с большими данными, как минимум, умеют считать, и поэтому эти люди там тоже востребованы. Можно работать в области коммуникации, науки, science communication, научпопа, где есть тоже куча разных вариантов. Можно самому писать, переводить какие-то тексты, быть редактором, можно читать лекции, создавать какие-то онлайн-проекты, типа YouTube-каналов, на которых тоже, в принципе, можно зарабатывать. Можно заниматься организацией разных мероприятий, тех же самых лекций. И тут тоже полезно, чтобы у вас была научная экспертиза, чтобы вы могли оценить, что вы такое создаете, смысл ли это и является ли это научным. Есть пиар-отделы во многих вузах, научных центрах и компаниях, где нужно, чтобы люди понимали, с одной стороны, научную составляющую, и того, что нужно рекламировать, с другой стороны, собственно, были заинтересованы в маркетинге, в рекламе. Medical Science Liaison – это человек, который помогает в взаимодействии фармацевтических или биотехкомпаний с докторами и помогает продавать продукты или доносить информацию о новых каких-то лекарствах до докторов. Medical Writer занимается тем, чтобы писать тексты, различные, связанные с медицинской областью, и тут они могут быть направлены на общение с пациентами, на общение с докторами, на просвещение какое-то, и здесь, опять же, очень полезно знание, естественно, научное, в том числе, например, информатическое, для того, чтобы писать тексты про генетические тесты или какие-то анализы омексных данных. Кроме того, в области Science Communication есть также научные музеи и всякие научные шоу, где, опять же, важно наличие образования профильного для того, чтобы делать качественные, хорошие вещи. Есть такие более эпистолярные или бюрократические работы, связанные с тем, что вам нужно работать много, скорее всего, с бумагой, текстами и перепиской. Это редактор научного журнала. На учпопе можно уже писать, я про это уже упоминала. Medical Writing я тоже вам рассказала. Кроме того, есть администрация и научный менеджмент на разных уровнях, как менеджмент больших организаций, типа институтов, так и менеджмент больших исследовательских проектов коллаборативных, и обычно это связано с наличием больших каких-то грантов, например, Евросоюза, на исследование чего-нибудь там на 10 лет, и там нужны люди, которые будут, соответственно, заниматься координацией этого проекта, распределением финансирования. Патентное бюро. Это тоже место, где можно работать с научным образованием, потому что много есть патентов, связанных именно с достижениями науки, и вам важно уметь разбираться в научной составляющей проектов. Управление интеллектуальной собственностью связано с патентами, но там есть и другие некоторые исследования, сейчас я не буду углубляться, и чиновники, которые связаны с правительством. В правительстве, как правило, есть люди, которые отвечают за образование и науку, и в хорошем их правительстве также есть научные консультанты, которые имеют, естественно, научное образование и консультируют чиновников по тому, как лучше политику строить для того, чтобы наука хорошо работала дальше. Миллион есть клиентов преподавания. То, что вы видите сейчас на летней школе, то, что вы знаете из университета, можно работать в школе, в центрах дополнительного образования, в музеях есть часто какие-то образовательные тоже мероприятия. В принципе, можно заниматься частным репетиторством, онлайн-курсы проводить или заниматься чем-то, чем занимаюсь я, да, рассказывать про soft skills или карьеру. И опять же, наличие у вас бэкграунда, соответствующего бэкграунду ваших учеников, это то, что вам поможет давать хороший совет и хорошо преподавать. Есть организации non-profit, которые означают, что они не коммерческие, они не зарабатывают, но при этом люди получают там зарплату, и эти организации, например, это благотворительные фонды в областях образования, науки, медицины, стартапов, экологии. Во всех этих организациях часто нужны люди с естественно-научным образованием. И образовательные проекты для студентов, ученых, опять же, такие, как летняя школа по биоинформатике или какие-то другие, или институт биоинформатики, да, и там дополнительные образовательные проекты, в которых, опять же, работают люди, у которых есть бэкграунд соответствующий. Что делать для того, чтобы найти работу в индустрии, если вы решили, что академия – это не для вас, и вы хотите работать в какой-то коммерческой организации? Прежде всего, это, опять же, networking, потому что многие позиции никогда не будут опубликованы, и вы найдете работу только потому, что вам кто-то сказал. Очень рекомендую сделать то, что называется informational interview, для того, чтобы побольше узнать о разных позициях, о том, чем люди занимаются на этих позициях. Information interview – это когда вы обращаетесь к какому-то человеку с просьбой рассказать немножко про его работу, да, и задаете им вопросы, как устроена его работа, чем он занимается ежедневно на своей работе, как он попал на эту работу, какие нужно иметь навыки и знания для того, чтобы попасть на эту работу. Если вы загуглите на английском information interview, вы найдете много советов по этому поводу, в том числе, какие вопросы можно задавать, и это очень сильный инструмент, потому что поможет вам сориентироваться в том, какие есть работы, какая работа может быть интересна для вас, потому что у вас есть соответствующие знания и навыки, и как можно подготовиться лучше к тому, чтобы на такую работу, на такую позицию попасть. Много можно узнать про различные возможности, и может быть даже найти возможность стажировки или дальнейшая работа на мероприятиях, связанных с карьерой, не карьерой, да, мероприятия Future Biotech, зимняя школа, я думаю, многие из вас знают. Это различные бизнес-мероприятия, медицинские конференции, где можно пообщаться с представителями медицинских организаций, например, организации, которые занимаются клиническими исследованиями. И на научно-популярных мероприятиях, с одной стороны, если вы хотите заниматься научно-попом, с другой стороны, на научно-популярных мероприятиях часто приходят люди, которые работают в околонаучной сфере, интересуются этим, соответственно, вы можете там с ними познакомиться, да, и узнать больше про их работу. И для того, чтобы получить постоянную, ну, или какой-то контракт, в такой коммерческой организации, конечно же, вам будет полезно иметь опыт работы вне академии, работы в индустрии, либо, по крайней мере, какой-то волонтерской деятельности, которая дала вам дополнительные навыки, которых нет у всех остальных студентов. Организация каких-то мероприятий, например, вот у нас есть студенты, которые помогают в организации летней школы как информатика, да, они получают, соответственно, опыт, который дополнительный к тому, что они учатся в академии делать. Науч-поп предоставляет много тут возможностей, потому что, с одной стороны, вам можно, вы можете научиться лучше выступать, общаться с людьми, с другой стороны, опять же, вы можете заниматься организацией, каких-то мероприятий, и получается за счет этого какие-то навыки, или писать тексты, и учиться, например, опять же, хорошо писать. Поможет вам international experience, если вы хотите особую работу в международной компании, и, соответственно, вам нужно знание хорошего английского языка, наличие soft skills, которые вы также можете приобрести через какие-то дополнительные активности ваше участие в бизнес-инкубаторах или стартапах будет плюсом, и вы можете часто сделать это довольно безболезненно, когда вы еще студент, участвовать в каких-то программах для предпринимателей, получение стипендий фондов, таких, например, как Потанин или Фонд российской экономики. С одной стороны, эти стипендии дают вам некие бонусы к вашему CV, с другой стороны, они также предоставляют вам контакты с людьми из бизнес-сферы, где вы можете побольше узнать о том, как бизнес работает, и что там у вас требовано, и что вы можете бизнесу предоставить. И различные вещи, которые украшают ваше CV, такие как награды и влечение вне науки и учебы, они тоже важны для того, чтобы найти потом хорошую позицию в индустрии или в коммерческой организации, потому что показывают, что вы не жесткий бот, на который только наукой занимался, а сейчас пытается найти работу, потому что у него не получилось что-то в академии, а что вы человек разносторонний, и у вас есть действительно какой-то интерес к тому, чтобы заниматься чем-то другим. Про модные хобби я тут написала, имея в виду, что в некоторых индустриях есть некие хобби, которые считаются модными. И, наверное, это больше относится к тем работам, которые не связаны напрямую с наукой. Например, в менеджмент консалтинг, как называется менеджмент консалтинг, консалтинг по-русски я не знаю, честно говоря, но в этой области очень ценится наличие каких-нибудь конкурентных конкурентных или очень тяжелых физических хобби, например, бегание марафонов. И волонтерская деятельность тоже показывает, что у вас есть, с одной стороны, некая социальная ответственность, вы заинтересованы в том, чтобы делать что-то полезное для общества или других людей. С другой стороны, опять же, способ получить какие-то дополнительные soft skills, которые вы не получаете в университете или в работе в своей лаборатории. Ну и наличие любых особых навыков, которые выделяют вас среди других студентов, которые полезны для работы, которые вам интересны, они, конечно, тоже будут большим плюсом. И однозначно биоинформатика – это плюс, даже если вы не будете работать с задачами напрямую, связанными с биоинформатикой. Умение писать тексты, умение выступать, знание больше, чем одного иностранного языка, какое-то дополнительное образование релевантное и практически навыки работы в лаборатории – все это, скорее всего, будет плюсом для того, чтобы найти работу, которая вам интересна. Ну и неполноважно, что то, что я написала в конце, что уметь все это правильно продать – это тоже важный момент. Вам нужно уметь правильно представить, почему ваш опыт и ваши знания релевантны для этой работы, куда вы хотите подавать. И почему вы так супермотивированы на этой работе работать, чтобы вас стоит взять, потому что вы будете там суперуспешными справляться, хорошо будете. На этом моя презентация закончилась. Я почти, в смысле, я все еще укладываюсь во время. Поэтому хочу вам дать все свои контакты, после чего я рада ответить на вопросы. У меня есть сайт, на котором я стараюсь обновлять информацию о том, что сейчас я делаю, пишу там про свои курсы и какие-то дополнительные вещи, типа вебинары, которые я провожу периодически. У меня есть паблики ВКонтакте и Фейсбуке, они являются зеркальными, в принципе, там информация одна и та же. Там я тоже пишу всегда о новых мероприятиях, таких как курс молодого ученого, который будет повторяться этой осенью, я думаю, что в октябре. У меня есть телеграм-канал, который немножко отличается от пабликов по содержанию. Там я пишу чаще короткие заметки. Иногда показываю примеры всяких странных документов, которые я читаю по своей работе, например, заявки на… Некоторые я вам покажу завтра на лекции про CV. Кроме того, я провожу личные консультации по вопросам научной карьеры, планирования, стратегии вашей научной карьеры и подготовки документов к конкретным заявкам о написании CV, мотивационных писем, рекомендательных писем. Поэтому, если что-то из этого вам интересно, пишите и спрашивайте. Мне можно писать вопросы в личку, ВКонтакте, в Инстаграме, в Инстаграме тоже можно, в Фейсбуке, в Телеграме. Я стараюсь с возможностью отвечать на вопросы или иногда пишу какие-то более развернутые посты, если вопросы достаточно большие.